Приветствую вас, отечественники. Единственный информцентр продолжает свою работу. Во-первых, ситуация на фронтах. Сегодня утром азербайджанская армия начала наступательные действия по разным направлениям. Одновременно несколько населенных пунктов и их население было подвергнуто обстрелам. По данным МЧС Арцаха были соответственны данные. Действия были направлены против Северного фронта, относительно не очень напряженные. По другим направлениям. По направлению этих сел борьба с диверсионными группами продолжается по некоторым направлениям, в основном в лесах. Вчера, как было сказано, на южном направлении было продвижение азербайджанских войск. По длине реки Варатан сформировался фронт. Сегодня пытались наступать на Бердзор и подойти к границе Армении, но поползновения были отброшены. Используя дроны и артиллерию, они не достигли успеха по отношению сел. Борьба с диверсионными группами продолжается. Подходят небольшие группы, которые привозят легкое вооружение. Наши подразделения их рассеивают, они пытаются развивать другие направления. И в круглосуточном ритме продолжаются неинтенсивные боевые действия. Как видите на карте, в основном в долинах, после того, как они достигли каких-то успехов, азербайджанские силы, к которым присоединились также банды международных террористов, пытаются обеспечить развитие в сложной лесистой местности, где им не очень это удается. И с тактической точки зрения идет более тяжелая борьба. Такова общая ситуация на фронте. Перейдем теперь к вопросам. Вопрос касается диверсионных групп, проникших в Аскиранский подрайон. Это село Аветраноц, в направлении которого несколько дней азербайджанские диверсионные группы пытаются обеспечить продвижение. Наши подразделения с ними борются. Дело в том, что в такой местности военные действия отличаются своей интенсивностью, которая была в равнинах участках. Здесь не такой интенсивный огонь идет. Сегодня Воргонзо объявил, что спецназ Турции размещен на границе Армении. Вы отмечали, что армянский солдат и генерал обращают бегство турок. Как это связано? Я не могу утверждать конкретно чьи спецназовцы когда и где находятся, но то, что они существуют в составе азербайджанской армии и что Азербайджан получает поддержку Турции и профессиональную техническую это факт и мы об этом много говорили. Кажется, больше других вопросов нет. Уважаемые соотечественники война продолжается. Война изменилась в течении. Наши вооруженные силы не ведут такие же интенсивные бои, но ведут сложную борьбу в лесах и ущельях. Сегодня нейтрализовано несколько диверсионных групп. Несколько из них обращены в бегство и бросили даже технику. Но эта борьба по своей сути имеет определенные сложности. Противник потерял свое численное технологическое превосходство по разным причинам. Во-первых, это местность, во-вторых, наши навыки, опыт развиваются, поэтому ситуация несколько иная. Мы не можем постоянно говорить о динамическом развитии событий, потому что война развивается не с той же динамикой, как раньше. Будьте уверены, мы победим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА